МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАО Новости. В студии Айдос Оспанов. И смотрите сегодня в выпуске. Показатели ОРВИ в Кустанайской области в 2,5 раза превышают прошлогодние. Заболеваемость выросла с 21 тысячи до 46 тысяч. Подробнее материали АЛЛИДОС Магомбетовой. Нужно ли делать повторное ПЦР-тестирование при завершении карантина по коронавирусной инфекции, рассказали санитарные врачи. Подробности у Татьяны Калюжной. Два километра железнодорожной ветки стали серьезным препятствием для 30 крупных предприятий региона. Монополисты предъявляют им слишком высокие расценки. И таких примеров по стране сотни. Депутаты Мажелиса намерены бороться с частными монополистами в этой сфере. Показатели числа заболевших ОРВИ в Кустанайской области в 2,5 раза превышают прошлогодние. Заболеваемость выросла с 21 до 45 тысяч случаев с начала эпидсезона. Только за последнюю неделю было зарегистрировано 5 тысяч больных ОРВИ. Тогда как неделей раньше было 3,5 тысячи. В департаменте санэпидконтроля отмечают, что в основном болеют дети до 14 лет. Подробнее расскажет Алия Дусмагамбетова. Наряду с ростом числа инфицированных коронавирусом в Кустанайской области наблюдается и сезонный рост острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. С начала эпидсезона, а он официально стартует с 1 октября, заболеваемость ОРВИ в регионе значительно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Официально ОРВИ подтвердили более чем у 40 тысяч жителей области. В прошлом году было всего 21 287 случаев. По данным департамента санэпидконтроля всплеск отмечают с начала января. За прошлую неделю было зарегистрировано более 5 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. На предыдущей неделе, когда мы зарегистрировали 3,5 тысячи, прирост от недели к неделе также превышает 1,7 раза. В основном болеют дети, дети до 14 лет. И удельный вес заболевших детей составляет порядка, наверное, 60-70%. Но и 5 тысяч случаев за неделю еще не предел. По словам Гулимда Сумовой, согласно прогнозу, пик заболеваемости острыми респираторными инфекциями и коронавирусной инфекцией придется на февраль. Также она отметила, что идет увеличение и по гриппу. Так, с начала эпидсезона у 33 жителей области он подтвержден лабораторно. Не все больные с простудными инфекциями поддержат исследование на грипп. Для этого они должны соответствовать. Их клиника должна соответствовать стандартному определению в случае. Это очень высокая температура, это кашель, это больное горло. Человек с гриппом, он не будет ходить, как сейчас многие, да, большинство ходят, на ногах переносят инфекцию. С гриппом такое не пройдет, на ногах перенести грипп невозможно. Он обязательно будет лежать в постели, он будет тяжело болеть. Поэтому, если нет показаний, если его симптоматика не соответствует клиническому определению случая гриппа, то он не подлежит обследованию на грипп. Гулим Дасумова отмечает, что в связи с ростом заболеваний ОРВИ и коронавирусной инфекцией следует не забывать о простых правилах. Носить маски, обрабатывать руки, избегать мест с массовым скоплением людей, не забывать о проветривании помещения и влажной уборке. А при первых симптомах, повышенной температуре, слабости и боли в горле, обратиться за медицинской помощью. Если есть клинические проявления болезни, то сделать ПЦР-тест к Останайцам обязаны. Об этом рассказали в Управлении здравоохранения региона. При этом санврачи также подчеркнули, что согласно действующему постановлению, контактные лица находятся на домашнем карантине 10 дней. По истечении этого срока, если нет признаков заболевания, ПЦР-тестирование делать не нужно. Мои коллеги продолжат тему. В последнее время густанайцы стали жаловаться на ряд новшеств, которые, по их мнению, появились в поликлиниках. В частности, в так называемых красных зонах, куда обращаются жители областного центра с признаками ОРВИ. Открывают больничный или обращаются за помощью к терапевтам. Люди говорят о том, что в некоторых поликлиниках отказываются делать ПЦР-тесты вакцинированным, даже при наличии признаков заболевания. Вопрос, конечно, интересный. Давайте уточним, потому что, как такового, я впервые слышу. Мы работаем по постановлению главного государства санитарного врача, которым необходимо, если он заболел, независимо, привит он или не привит, обязательно брать мозг на ПЦР. Еще густанайцы интересуются, нужно ли сдавать ПЦР-тест при выходе из карантина. Ведь в учебных заведениях и в детских садах, по словам обратившихся, при выходе из карантина стали требовать наличия результата свежего ПЦР-теста. Согласно действующему постановлению, у нас контактные лица находятся на домашнем карантине в течение 10 дней. По истечению этого 10 дней, если нет признаков заболевания, они выходят из карантина. В принципе, такие требования нигде не прописаны, чтобы детей заставлять, или родителей в первую очередь, конечно, чтобы проводили ПЦР-тестирование, тем более за свой счет. За последнюю неделю суточный прирост заболевания ковидом вырос в два раза. За 30 января 2022 года в Кустанайской области зарегистрировано 586 случаев ковид-19. Темп прироста заболеваемости за сутки составил уже 1,23%. Но при этом штамм омикрон в регионе официально еще не подтвержден. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюшная, РТН. Усиленное патрулирование улиц, общественных мест, дворы, местам массового скопления людей в Казахстане. По всей стране с 19 января проводится операция «Правопорядок». Она продлится до особого распоряжения министра внутренних дел. Представители МВД рассказали, какая работа по стабилизации обстановки в стране проделана сотрудниками полиции почти за две недели. Уже почти две недели полицейские Казахстана не только усиленно патрулируют улицы населенных пунктов, но и проверяют съемные квартиры, заброшенные дома, чердаки и подвалы, дачные строения и иные объекты. Полицейские ищут запрещенные предметы – огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Также разыскиваются и другие предметы, похищенные во время трагических январских событий. За период проведения мероприятия зарегистрировано более 4000 преступлений, из которых 300 совершено в общественных местах, 80 на улицах. Наибольшее количество преступлений совершено в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Карагандинской, Алматы и городе Шенкен. Раскрыто по горячим следам свыше 2700 преступлений. Кустанайская область в списке наиболее криминогенных регионов не фигурирует. Также раскрыто более 700 ранее совершенных тяжких и особо тяжких преступлений. Задержано 107 преступников, находящихся в розыске. Например, в Атарау задержан разбойник, который еще в 2011 году напал на ломбард и похитил 2 миллиона тенге и золотые изделия. К примеру, в городе Алматы задержаны во дворины изоляторы временного содержания 6 жителей города Алматы, Алматинской области, которые участвовали в массовых беспорядках, а также раздавали металлические арматуры, послужившие орудием преступления против сотрудников и военнослужащих. В столице задержали жителя Жамбылской области, который 5 января в поселке Таребишуйского района принимал участие в поджоге здания одной из партий. В Туркестанской области задержаны арестованный заказчик убийства и два исполнителя преступления. Жертва житель села Куктерек выжил, но получил ранение дробью. За незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов задержаны 189 человек. Обнаружено изъято у них 252 единицы огнестрельного оружия и 2315 штук специальных средств и боеприпасов. К примеру, в городе Алматы, в микрорайоне Шанрак, два задержанных четверо граждан, у которых по месту жительства обнаружены изъяты охотничьего оружия, 8 единиц пневматических винтовок, пневматический пистолет, снаряд от РПГ, 12 гранат и два магазина автомата-калашника, бронежилет и защитный щит. Как сообщили сотрудники МВД, во время январских событий в Алматы преступники ограбили 7 оружейных магазинов, из которых похитили 1400 единиц гражданского и служебного оружия. В Таразе 250 стволов, сданных на временное хранение, было похищено со склада департамента полиции. Пока полицейские нашли и изъяли 190 единиц похищенного оружия. Виталий Луговской, РТН. Новый руководитель в департаменте полиции Костанайской области в региональное ведомство он направлен из Министерства внутренних дел. По согласованию с администрацией президента, приказом министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева на должность начальника департамента Костанайской области назначен полковник полиции Ерлан Омарбеков. Нового начальника личному составу департамента полиции представил глава министерства. Ерлан Булатович Омарбеков родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области. В правоохранительных органах работает с 1993 года. Начинал службу в органах в батальоне милиции. Работал на различных руководящих оперативных должностях в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Имеет большой опыт руководящей работы в МВД РК. Занимал должность заместителя председателя комитета криминальной полиции. Последнее место работы – начальник департамента по противодействию наркопреступности МВД РК. Бикет Аймагамбетов, который руководил департаментом полиции Костанайской области, более шести лет направлен в распоряжение МВД. Депутаты мажориса парламента страны обратились в правительство, чтобы решить вопрос о частной монополии на подъездные железнодорожные пути. Дело в том, что владельцы отрезков дорог выставляют бизнесменам огромные тарифы. А если предприниматели отказываются платить, перекрывают железнодорожные ветки и блокируют предприятия. Мои коллеги продолжат тему. Мажорисмены подняли вопрос о частной монополии на подъездные железнодорожные пути. Такая проблема существует и в Костанайской области. К примеру, два километра железнодорожной ветки стали серьезным препятствием для 30 крупных предприятий региона. Им предоставляют высокий тариф для использования этого подъездного пути. А бизнесмены говорят, что дорогая транспортировка увеличивает расходы и делает производство невыгодным. Предприниматели приводят примеры, когда доставить груз за тысячи километров из Актау до Кокшетау обходится дешевле, чем затем его же с магистрали по подъездному пути подать до предприятия. Доходит до того, что заводам дешевле самим построить новые подъездные пути в обход путей захваченных ЦТС. Природа их действия одна. Ничего не создавая самим облагать данью реальных производителей. Так, по расчетам бизнеса, каждое предприятие вынуждено платить монополистам до 100 миллионов тенге в год, при том, что на каждом подъездном пути находятся несколько предприятий, как на участке промышленной в Алматы, где расположены 38 заводов, отправляющих и принимающих тысячи вагонов. Только с этого участка монополисты собирают около 3 миллиардов тенге в год. А в целом по стране, продолжил он, речь идет о сотнях миллиардов. И все эти расходы ложатся в себестоимость и цену товаров, которые прямо влияют на инфляцию. Критичность ситуации заключается и в том, что монополисты, используя сутемные тяжбы, захотели еще больше объектов, доведя их число более чем до 300. Это только один пример. Поступает обращение предприятий о подобном беспределе из Павлодарской, Костанайской, Туркестанской, Алматинской, Акмолинской и других областей. Они недоумевают, каким образом монополисты оказались владельцами подвезных путей в обход самих предприятий, которые расположены на этих ветках и были готовы сами выкупить свои участки. Однако теперь, в случае несогласия с завышенными тарифами, новоявленная монополия просто перекрывает железнодорожные ветки и блокирует предприятия, лишая производства и подвоза материалов, и вывоза продукции. Перуашев подчеркнул, депутаты обратились к правительству, в Генеральную прокуратуру и Агентство по развитию конкуренции, чтобы поставить точку в этом вопросе. Ведь частное управление должно служить интересам рынка, отметил он, а не рынок частному монополисту. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная, РТН. Костанайская область готовится отметить в текущем году 150-летие Ахмета Байтурсынова. В связи с этим в регионе запланировано множество различных мероприятий. А в Тургайе, где находится посвященный Байтурсынова музей, проведут капитальный ремонт на 233 миллиона тенге. Об этом Акиму региона рассказали во время его рабочей поездки в этот регион. Мои коллеги продолжат тему. В Жангельдинском районе Архимед Мухамбетов посетил Тургайскую общеобразовательную школу имени Шукана Уалиханова, где в прошлом году провели капитальный ремонт. Ему продемонстрировали светлые коридоры и уютные классы. Сумма ремонта внушительная – 327 миллионов тенге. Эти средства были выделены в рамках программы «Аул Ельбисага». Глава региона посетил и музей имени Байтурсынова и Дулатова. Он был основан в 1991 году. Здесь 8 экспозиционных залов. Специалисты утверждают, что собранная у них коллекция личных вещей семьи Ахмета Байтурсынова – настоящие раритеты. К примеру, патефон, деревянное кресло, часы и шифоньер. Их привезли из дома, где он жил с женой. Наше здание очень большое – 515 квадратных метров. Здесь собраны уникальные материалы о жизни Ахмета Байтурсынова, о репрессиях, о том, как люди выживали в то время, через что им пришлось пройти. Соответственно, у нас под тематику и специальное оформление. Здесь есть информация и о Мржак-Капидулатове. В текущем году планируется ремонт этого музея, а также реэкспозиция выставочных залов. На все это выделено 233 миллиона тенге. И конкурсы на поиск подрядчика уже начаты. Но, кроме того, планируются многочисленные мероприятия в честь 150-летия Байтурсынова. Они будут проведены в сентябре. В Тургай пройдет научно-практическая конференция с участием в ней исследователей и близких родственников Ахмета Байтурсынова. Диарах Мечин, Алия Дасмагомбетова, Татьяна Калюжная, РТН. Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания.